Растем по всем показателям. Главный посыл отчета губернатора. К примеру, увеличились доходы края, как доказательство эффективной работы правительства. С точки зрения показателей бюджета, пожалуй, главное, что нужно отметить по итогам прошлого года, собственные доходы консолидированного бюджета выросли на 20 миллиардов рублей. Сразу на 20 миллиардов рублей, почти 18%. Край пытается в целом улучшить качество жизни населения. Для этого разработали стратегию развития. Стратегия социально-экономического развития региона, принятая на период до 2035 года, так определяет нашу миссию. Быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, территорией, создающей инновации. А также стать регионом не только сильных людей, но и счастливых. По словам губернатора. Есть моменты, на которые нам следует обратить внимание. И главный, наверное, который звучал практически во всех выступлениях, это ситуация, связанная с доходами населения. В приоритете также ликвидировать кадровый голод во всех сферах. Сейчас не хватает почти 24 тысячи человек, причем не только рабочих. В частности, не хватает кадров учителей. Ну, к сожалению, низкая остается заработная плата. Несмотря на рост, определенный рост, ну что такое там, 30-40 тысяч рублей в современном мире, и заканчивает педуниверситет, работает по специальности. Нет, вот это очень огорчает. При этом на социальную поддержку жителей выделили в 2023 году почти 59,5 миллиардов рублей. И это на 36% выше, чем в 22-м. Большая часть этих средств из Государственного социального фонда. Миллиард с лишним выплатили по социальным контрактам. А почти 167 миллионов направили в помощь ветеранам боевых действий и детям войны. Мы взяли на себя ответственность и за помощь нашим братьям, которые живут на освобожденных территориях, ставших теперь полноправной частью страны, частью России. Славяносербский район Луганской народной республики – это, можно сказать, наш 70-й муниципалитет. Валовый региональный продукт вырос почти на 6%. За прошлый год край заработал триллион рублей. Крупный бизнес в стране и крае справляется с современными вызовами, выдерживает давление санкций и учится ориентироваться в эпоху перемен. К примеру, завод «Ротор» запустил производство изделий для космической отрасли. Раньше такую продукцию в регионе не делали. Те цифры, которые мы сегодня увидели, это, безусловно, социально-экономическая составляющая, которую мы смогли удержать. И в первую очередь огромное спасибо за это нашим землякам, жителям Алтайского края, потому что они решали за это время нетривиальные задачи, как в бизнесе, так и в социальной сфере, перестраивая свои производства на новую компонентную базу, закупая новое сырье в дружественных странах. На сегодняшний день мы представлены в 63 регионах России, также Беларусь, Казахстан и Монголия с этого года. То есть мы строим первый элеватор в Монголии, это тоже такой серьезный прорыв. Расходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли вместе с доходами. Деньги направляли и на развитие культуры. Успехи можно отметить и по локальным дорогостоящим проектам, таким как модельные библиотеки, и по показателям посещаемости культурных мероприятий. Плюс 15,5% к показателям 2022 года. Похожая статистика в сфере здравоохранения, но радует меньше. Больниц с современным оборудованием недостаточно. Пока отличилась одна 14-я поликлиника. Зато увеличилось число операций и госпитализаций. А с прошлого года действует закон о поддержке кадров в медицинской сфере. И сегодня он действует, он с деньгами, там полтора миллиарда рублей. И мы сегодня видим уже реальное выполнение действия этого закона в виде того, что у нас сегодня в кадровом обеспечении, если по врачам смотреть, то у нас прирост за 2023 год 94 доктора. У нас стабилизировалась ситуация по средним медицинским работникам. Судя по докладу губернатора, край развивается и как туристический центр. Белокуриха конкурирует с курортами соседнего горного Алтая. Однако новым вызовом стала ситуация с экологией в городах из-за твердых коммунальных отходов. В ближайшие годы в регионе должны построить пять мусороперерабатывающих комплексов и полностью ликвидировать переполненные сегодня свалки. Задач, которые еще предстоит решить, достаточно. А сегодня основная часть депутатов – 50 человек. Отчет губернатора поддержала. Против проголосовали 14 человек. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.